Выключи, потуши всё. А теперь ДНР телепенят людей. Вы будете исполнять, женщина я не танцую. Привет, друзья. Меня зовут Миша Ронкэнэн. Вы смотрите мой тревел-блог, и я продолжаю снимать в Донецкой Народной Республике. Хочу рассказать про некоторые особенности съёмки здесь. Если вы давно смотрите мой блог, то знаете его стиль. Он нагловатый, иногда даже откровенно хамоватый. И это всё, разумеется, специально, чтобы вызвать побольше хайпа, побольше обсуждений. Здесь я так снимать не могу, потому что Донецкая земля ещё помнит свежую кровь, люди, омытые кровью. Здесь не получается так снимать, когда меня просят выключить камеру или не снимать. Я это делаю. Я просто не могу сказать ничего в ответ. Я вижу их взгляд, который помнит ещё бомбёжки и взрывы. Более того, у меня вообще нет разрешения снимать здесь. Чтобы это делать, необходима специальная аккредитация от Министерства информации. У меня её нету, потому что я оказался здесь абсолютно внезапно. Моя подруга Катерина Агранович, вот она, Катя, поздоровайся, перегоняла машину из Москвы в Донецк. Я просто вписался с ней. Она коренная дончанка, она показывает мне Донецк. И сегодня она тоже будет продолжать показывать нам с вами Донецк. Что я хочу сказать? Я с удовольствием ещё раз вернусь в Донецк и в ДНР. Друзья из Министерства информации, наверняка вы увидите это видео. Пожалуйста, напишите мне на почту. Вот она. О возможности получить аккредитацию. Если это возможно, посетить какие-то производства в ДНР или передовую, то я с удовольствием приеду. Это же относится к ЛНР или к любым другим, которые хотят со мной посотрудничать. Я с удовольствием приеду к вам, поснимаю, напишите мне на почту. Вот она. Всё. Катерина, скажи поехали. Поехали. Так, зашёл в центральный рынок. Он не особо полон торговли. А почему так мало народу здесь? А на улице торгуют в основном? А зимой сюда перебираются, да? Что продаёте? Два дошага один сичек. Два дошага один сичек. Два... Ты работаешь донецким уборщиком? Да. А ты сам откуда? Ты снимаешь, да, меня? Да. Выключи, потуши всё. Ты сам откуда? Вот там направо поворачиваешь. Рынок выглядит так, как и должен. Здравствуйте. Выглядит рынок... Здравствуйте. Все овощи, фрукты положено рынку здесь есть. Здравствуйте. Ягодки перебирайте. Это черника, да? Голубика. Голубика. А собирали её где? Молочек, я не знаю, где собираю. Вы вам просто привозят её, да? В Закарпатте. В Закарпатте собирали? Да. Из Украины голубика? Да-да. А сколько стоит? Здравствуйте. Помолки? Почему? Ну что, всё нормально, малочек. А сколько стоит голубика? 600 рублей. Тут ещё есть ежевика, малина, персики, яблоки. Всё на свете у вас есть, да? Да. А есть солёные огурцы? Есть, малосольные. 250 рублей за огурчик? Нет, за килограмм. Подойдёт, а мне парочка нужна только. Я сейчас сделаю. Правда? Конечно. Давайте. Огурчики с доставкой. Ничего себе сервис. Домашние? Конечно, родничок. Сами делали? Конечно. Правда? Да. Ну-ка, ну-ка. Ммм, выглядит сексуально. Красивые перцы. Картошка местная, из ДНР? Ты сейчас снимаешь? Да-да-да. И шо это? Куда это? Для блога своего. Откуда картошка, скажите? Из Украины? Из России. С России, да. А откуда? Из Ростова? Из Краснодара. Из Краснодарского края. А в ДНР картошку не делают? Не знаю. Делают? Не знаете? Сколько стоит картошка? А шо за блога? Сколько стоит картошка? А шо за блога? Я скажу сейчас, сколько картошка стоит. Поехавший трэвл-блог называется. Ну, шо это вообще? Шо это такое? Просто про Донецк снимаю. А сам откуда? Из Москвы. А че ты про Донецк снимаешь? Как живут люди в Донецке? Вот вы из Донецка? Как вы живете? Отлично. Да ладно? Нам все нравится. Картошка приносит миллионы? Я Донецк. Я не знаю, почему без картошка приносит миллионы? Что за разовое? Ты чем интересуешься? Ты интересуешься, как мы тут живем? Да. Или ты интересуешься, я занимаюсь картошкой, и ты мне говоришь, миллионы приносят? Так это и есть жизнь. Заработок людей – это и есть жизнь. А нет, подожди. У нас вообще разовое... Ну, а я, смотри, в Донецке. Мир, смотри, пришел поинтересоваться, как вы живете в Донецке, есть ли у вас в городе картошка, приводится ли в Донецке с Россией картошка, приводится или нет, понял? Да. А почему она здесь стоит? Такие вопросы, как бы, да, я могу тебе ответить. А приносят ли миллионы? Это уже... Что это за разовое? Сколько стоит картошка? 16 рублей стоит. За килограмм? А в мешке сколько? 30 килограмм. То есть, 500 рублей где-то, да, за мешок. Неплохо. Повсюду пропаганда национальной самоидентичности. Флаги, баннеры «Я люблю Донецк». Разнообразные еще такие вертикальные флаги, лайтбоксы, еще растяжечки. В общем, везде, везде, везде людям объясняют, где они находятся. И что они должны любить. Ника, вы вещи везете мужу, который воюет на передовой сейчас? Да. А что нужно людям, которые воюют, в окопах сидят? Расскажите, что вы везете? Теплые вещи. Теплые вещи, форму чистую. Привет, я уже везу. Какие-то продукты, может, сигареты. Сигареты и кофе. А сколько получает ваш муж? Не знаю. Не знаете? Вы хотите, чтобы он вернулся поскорее? Миш, у меня сын погиб в Дебальске. Сын погиб в Дебальске. Без рук, без ног сидят. То есть люди, которые воюют, которые получили ранения, они ничего не получают в государстве? Ничего. Ваш сын, он умер, ему поставили памятник? Вы сами на свой счет его хоронили? Там хотя бы... Мне за через полгода мне отдали 20 тысяч и сказали, что это похоронные. А день полгода, как будто никто не знает. Там были залпы из орудий? Были. Были. То есть его хранили с почестями? Конечно. Пока мне эти почести не надо. Мне надо сын живой. Живой и здоровый. Он добровольно пошел на войну? Да. Он пошел за идеи. Это был 15-й год. Цуреп по шахте засядет. А теперь ДНР телепенят людей, кто они Украине принадлежат. Хоть там люди не получали, не получили деньги за погибших шахтеров, зато у нас салюты. У нас салюты. Я живу возле аэропорта на Путиловке. Каждый день. Салюты в смысле обстрелы? Да. Они целятся в мирных жителей? Да. Зачем? У меня это с соседей. У вас соседи умерли какие-то? Да. Много? У меня мама умерла, сестра. ДНР в ответ тоже гуляет. Нет? ДНР не отвечает. А с какой целью, как вы думаете, Украина все это делает? Пацанам вынудить. Вынудить ответить? И что тогда будет? Хорошо, и здесь война. Просто война. А гражданская война, это позор для нации. Катерин, а мы где? Мы в музыкально-драматическом театре. Музыкально-драматический театр? В Донецке есть театры? Да, конечно. И они работают? Сейчас лета нет, но обычно да. Ого. И там хорошие спектакли ставят, интересные. Ты была сама? Да, была здесь на Страстика Торчалову и в Донбасс-Опере. Чипированный песик? Серьезно? У него на ухе чип, смотрите, метка, метка у него на ухе. Наверное, все собаки стерилизованы. Тихо, нет. Блин, песик, мне с другой стороны тебе надо пойти, чтобы все увидели. Смотрите, у него на ухе висит меточка. Офигеть. Ладно, продолжим. Театр. Катерина, пойдем посмотрим репертуар. Первого числа открытие сезона и будут играть Юнону и Авось. И, в общем, Юнону и Авось будут играть много. Ну, друзья, вы можете поставить на паузу и увидеть, что здесь играют. в основном более или менее классику. Булгаков, Прокофьев, Пушкин, барышня-крестьянка. О! Здравствуйте! Расскажите, а можно я туда пройду? Нет. Нельзя? Да, нельзя. Вы боитесь, что вас ограбят? Нет, туда нельзя. Просто вы будете очень глухо вас слышно. Расскажите, сколько стоят билеты? Вы знаете, вот на подоконе репертуар, и там... Там цены есть? Да. есть красивый, зеленый, репертуар. Он супер-пектакль. У вас такой голос милый. Это потому, что есть спектакль. А, да, и правда. Это просто в Москве. Видите, вот там Москва. Завтра идет написание. Ага, Москва, Брянск, Вологда, Донецк. Гастроли будут в начале сентября. Цены фестиваля. Цены? Ого, 20 рублей стоит билет, смотрите, ребят. Это минимальная. Черт. 20 рублей минимальная, да? 20 рублей минимальная, 20 рублей минимальная. Там есть репертуар на большой сцене. Это самые просто плохие места на галерке? На второй ярус, последний этаж, а там... Оттуда видно, оттуда видно только чужие затылки, да? Нет, верно. А самые дорогие места сколько стоят? Самые дорогие места, это вот стоимость, партейр. Вот. И сам дорогой билет, у нас 500 рублей, но это юнорная премьера. А остальные, может быть, 350, может быть, может, 100, то есть на самый уникальный спектакль, премьеру, 500 рублей стоит самый лучший билет, да? Да, вот это новый спектакль, только не дарма у нас, вот вышел, и пользуется сумасшедший популярный. Полный зал? Молодец. На каждый, на каждый отыгрыш? в представлении, вот юнорной, нет, скажите, это фактически нет. То есть театр в Донецке, это модно? Нет, я бы не сказала, что это модно. Людям просто не хватает немножко духовной пищи. Да, правда. Это модно. А во время спектаклей бывают артобстрелы? Это было, ну, один или два, два утра, это, по-моему, то ли 15-й, то ли вот 16-й год. Но они были целенаправлены. Специально вас клали, да, сюда? Чтобы люди... Да, оперный театр и вот наш, и то вот актеры не уходили до последнего со сцены, понимаете, насколько было вот, что люди начали, кто-то, ну, подастык, эта штукаторка началась, когда здание начало шататься, немножко такое вот, я бы не сказала, паника, что вот была сильная, просто выходили, выходить, не выходить, какой-то ступор немножко вот, но вот актеры до последней секунды были на сцене, когда руководство просто приняло меры, что в целях безопасности очень остановились. Аплодисменты, наверное, бешеные были. Катерина, куда мы идем? Мы идем к стеле защитником Донбасса. Защитником Донбасса от украинцев или защитником Донбасса от чего? От немецко-фашистских захватчиков. А, это еще немецкий, еще памятник того времени. Опа. Гироскутеры. Где ты взяла гироскутер? Купила. Вечный огонь полыхает. Не то, что в некоторых российских городах. Друзья, отдельный зал в музее Великой Отечественной войны отдан под событие 2014 года. В музее гигантская экспозиция, связанная с Великой Отечественной войной. Но мне интересно показать именно современные события. Вот висят портреты всех героев Донецкой Народной Республики. Моторола. Очень известный полевой командир, недавно погибший. И в одном ряду почему-то висит Иосиф Кобзон. А президент ДНР Захарченко Великой Отечественной войны. Субтитры подогнал «Симон» Прогуливаемся по вечернему Донецку Народу куча, просто гигантское количество Очередь на аттракцион, как будто это Диснейленд А все потому, что сегодня день города Донецк Вчера был день шахтера, а сегодня день города Весь народ высыпал на улице Сегодня нет комендантского часа, да? Есть, есть Есть сегодня комендантский час? Мы стали отменять То есть после 11 тут все вымрут? Все все вымрет? Ну уже даже после 22-30 вот так После 22-30 здесь все вымрет, потому что комендантский час, который действует с 11 вечера до рассвета, да? Да, да Никто не отменял А салют будет? Салют, да, думаю А вот местный народ от салюта не устал, который ему кропы устраивают? Ну нет, как бы это повод для шуток, конечно, но салюты-то круто, люди собираются посмотреть Да Кто-то в деревнях будет сдрагивать соседних Да Но народу здесь куча, много молодежи, много детей совсем маленьких, грудных Вот Катерина, например, высыпала на улицу тоже Даже в Тир здесь очередь Неужели в ДНР не настрелялись? Нет Нет еще? Смотрите, поглядите Ребят, вы правда готовы стоять час, чтобы покататься здесь? Да Почему? Почему? Потому что мы любим Донецк В обычные дни здесь же нет очереди вообще Потому что девушки захотели А, ну все, да, без вопросов Любимые девушки захотели, и мы готовы для них стараться стоять и ждать А где девушка-то? Домой пошли Скажите мне, какие зарплаты в Донецке сейчас? У меня 5 тысяч 5 тысяч? У меня 5 тысяч Это средняя Кем ты работаешь? Контент менеджер А ты сколько получаешь? Я студент Студент, где ты учишься? Национальной университете технической Ты живешь в общаге или дома? Дома, в Донецке В Донецке А есть стипендия какая-то? Да, 2400 Тысяч 400? Ну, рублей Тысяча 450 И бесплатный проезд? Нет А на кого ты учишься? Программист Программист? Здесь хорошая школа программистов в Донецке? Очень-очень хорошо Это старказм? Да Нет, он-то хороший программист Но он самостоятельно обучает Какие планы дальше после обучения? Вообще хочу в Россию В Россию? А потому что тут нечего ловить Тут либо фриланс, либо... А хочешь, чтобы Донецк стал Россией? Ну, скорее дача мне Да, конечно, хотят все Все хотят А ты сколько получаешь? Больше Насколько? 5, чуть Сколько? 15 15? А кем работаешь? Природа Сама себя Серьезно? Бизнесмен? А как тогда? Чувствуете ли вы, что здесь в 6 километрах сидят люди в окопах? Нет Все спокойно Все хорошо А вот вы чем занимаетесь? Работаю Кем? Повар Повар? Серьезно? В столовой? А где? В ресторане? Да Какой ресторан? Не скажу Я хочу сходить поесть Ты так плохо готовишь, что не хочешь говорить? Сколько получаешь? Мне хватает, наверное Ну, сколько? 15 Это... И у тебя двое детей еще? Нет, это мои племянники А, у тебя двое племянников Ты их не обеспечиваешь Любим дядю Любишь дядю? Хорошо готовят? Да Задумалась? Задумалась А семья есть? А нет, ну как? Моя семья вот она Здравствуйте Вы жена, да? Нет Я жена его брата Сестра Так, а вы кем работаете? В салоне красоты О, чем занимаетесь? Маникюром, федикюром, парикмахер То есть бьюти Делаете людей красивыми Поэтому вы такая красивая Спасибо Сами себя тоже делать Сколько вы получаете? По-разному Ну... Мне процент Ну... Сколько было в июне? Или в июле? В июле? 13 13 тысяч? Да Катя, откуда столько народу? Из ТВР Ну что, донецк, как настроение сегодня Кого все ждут? Парня, который поет песню Женщик Народу как будто на концерте какой-нибудь Мадонны Кто играет? Клава Кок Как? Клава Кок Клава Кок Клава Кок, ты знаешь такую? Нет Ребят, хорошо иметь пресс-карту Забрались на самый верх Вот вам площадь Посмотрите, сколько здесь людей Стас, здравствуйте Вы будете исполнять Женщина, я не танцую Оу Субтитры сделал DimaTorzok Эх, салют Салют все-таки есть Все деньги потратили на Костюшкин Да Костюшкин молодец Друзья Я даже не знаю, что вам сказать Подписка, лайк и шер Мы любим ДНР Вот Вы поняли, что делать Следующий выпуск тоже из ДНР Оставайтесь на связи Увидим мир вместе Попрощайся со зрителями Катерина Я Ну скажи пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok